МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето, прекрасная погода, жарко. Именно в такой вечер хочется выпить что-нибудь такого легкого, обольстительного и незабываемого. Мы находимся рядом с рестораном моего друга Артура Саркисяна. Ресторан называется Ле Семелье Пимонуар. И именно Артур как раз знает, что подойдет в такой прекрасный, теплый и незабываемый вечер. Давайте посмотрим. Смотрите в винной карте. Какое вино лучше всего подойдет к жаркому летнему дню? Как это сказать? Правильно. Легкость и распущенность небольшая. И что под него лучше приготовить? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Артур. Привет, Полиш. Очень рад тебя видеть. Вот проходила мимо, не смогла не зайти. Ну, на самом деле, я очень рад, потому что я сегодня приготовил тебе довольно интересное вино. Хотел поговорить с тобой о очень приятном регионе, Провансе. Мы сегодня с тобой будем пробовать вино из Прованса. Да, вино из Прованса, одного из яркого его представителя. Ты знаешь, сразу такие вот ощущения возникают, теплоты, солнца, море. Знаешь, хочется закрыть глаза и представить себя вот на берегу, на побережье прям французском, на южной части, где ты сидишь, отдыхаешь, ослабляешься и пьешь хорошее вино. Ты знаешь, да, когда ты находишься непосредственно там, то все вина, которые вам подаются в этих заведениях, они довольно интересны. Но нужно отметить, что зачастую в вина плотные добавляется вода. Вода? Да, и когда ты сидишь на берегу, тебе вроде бы хорошо, тебе туда налили водичку, ты можешь спокойно попивать эти вина. А основной регион производства именно Кот-де-Прованс. И вина, производимые там, там же основные сорта винограда, это белый Савиньон, Блан, Семьон. А красные вина делаются из сортов винограда Каберне-Савиньон, Сера, Мурведер и Гренаж. И вот розовые вина как раз делаются из Каберне-Савиньон и всех остальных красных вина. А у нас можно купить хорошее вино из Прованса? Можно приобрести хорошее вино, но хорошее вино из Прованса в Москве не может стоить дешево в любом случае. Поэтому нужно обращать внимание на то, что вино будет немножко дороговато. Кто-то может себе позволить, кто-то нет. Ну, где-то в районе, скажем, от 800 рублей ты можешь себе позволить купить уже хорошее прованское вино. Все остальное будет неинтересно. Я думаю, что все-таки вино из Прованса лучше пить в Провансе. Однозначно. Вообще, что касаемо регионов производства, то вино именно тех регионов, где производится вино, интересны как раз там. К сожалению, не все вина выдерживают транспортировки. Пока их привозят сюда, они меняют свои вкусовые оттенки, становятся неинтересными. И в связи с этим я очень тщательно, подходя к выбору тех или иных вен, прежде чем поставить либо у себя в заведение, либо кому-то рекомендовать, я это вино пробую. Поэтому мы сейчас с тобой попробуем то, что мне кажется наиболее интересным, наиболее ярким. Я не сомневаюсь, что оно будет хорошим, зная тебя. Вот. Но историю Прованса мы все знаем прекрасно. Где 600 лет до нашей эры был, когда основан город Марсель, виноградовство начали развивать именно... Финикийцы, да, финикийцы, потом греки. Ну и, соответственно, все это дело продолжили римляне. И вот на сегодняшний день вина Прованса, к сожалению, во всем мире не пользуется большим спросом, так же, как и у нас в России. Но есть яркие представители, поэтому очень хочется, чтобы ты это вино попробовал и сказал бы все свои ощущения. Очень фруктовое оно, такое легкое. Оно очень фруктовое, приятное, да. Это вино из региона Кот-де-Прованс, самый большой регион. Вино сделано из трех сортов винограда. Сера, Гренаж и Мурведер. А это означает, что эти сорта винограда, они красные. Но настаивание на кожице, такое быстрое настаивание, скажем, на кожице дает возможность, чтобы половина получилось вот таким вот розовым и легким медным оттенком. Ты знаешь, я чувствую здесь клубнику, малины, землянику, очень такой фруктовый, насыщенный, ягодный оттенок. Если ты сейчас еще больше дашь вино постоять, то обратишь внимание, что появятся оттенки черешни. Черешни здесь, вереск появляется, подлесок появляется потихонечку. Ну и вино довольно открывается очень серьезно. Такого уровня вина, они, конечно, в Москве, к сожалению, не везде ты их найдешь. В хороших бутиках. А все-таки прованские вины не считались такими качественными всегда? Ну, они и сегодня не считались. Да. И просто есть, вот в частности, есть такой производитель Домайнот, которого уже давно находится, там еще с 1912 года посадил все эти виноградники свои. И уже в третьем поколении его внуки, правнуки уже делают эти вина. Но его задача как раз была сделать вина высокого уровня, прованские. И он один из немногих производителей, который делает действительно очень интересные вещи. В основном, конечно, яркое впечатление дают белые и розовые вины. Но, как правило, хорошие вины, они стоят очень дорого, а не очень высокого качества. Они, к сожалению, неприятные как во вкусе, так и стоят, соответственно, очень много. Ну, вот эта бутылка вина, сколько примерно она будет стоить в магазине? В магазине она будет стоить порядка 1300-1500 рублей. А вот с чем бы ты его попробовал? Ну, я бы его с удовольствием рекомендовал, во-первых, к качестве аперитива, во-вторых, к легким салатам и рыбным закускам. К сложным блюдам его рекомендовать довольно сложно, потому что в этом случае вино немножко затеряется. Для этого нужны более экстрактивные, более мощные вины. Это вино очень подходит к морепродуктам. Наслаждаться, получать удовольствие также у устрицы, соответственно, было бы очень интересно. Да, я думаю, что с устрицем это было бы здорово. Ну, и это вино очень легкое, оно приятное. Я бы даже сказала женское немножечко, потому что здесь такая есть, присутствует, ну, как это сказать, правильно. Легкость и распущенность небольшая. Ты абсолютно права, как всегда мы с тобой говорим именно об образе человека, когда такое вино сравниваем все-таки с человеком, да, по организму. И в данной ситуации ты абсолютно права. Единственное, что хочется напомнить всем, что вино подается при правильной температуре. Да, это очень важно. Если мы с тобой это вино поставим, и оно у нас немножко потеплеет, то оно станет уже неинтересным. Поэтому его обязательно нужно подавать при температуре в районе где-то 8-11 градусов. Да, отлично. Я довольна твоим сюрпризом. Ну, отлично, я думаю, что будешь заходить почаще, и я тебе буду интересные вины давать пробовать. А если мы говорим про время выдержки, обычно все-таки это молодые вины, да, все-таки недолго их выдерживают. Выдерживают, смысл, бочки? Ну, сколько лет до этого вино? Этому вино, это 2007 года урожая вино. И ему еще, у него потенциал довольно большой. Но я не думаю, что можно розовое вино выдерживать более, там, скажем, 7 лет. Потому что где-то в районе уже, скажем, на пятый год это вино станет уже убывать, его вкусовые оттенки начнут исчезать. Поэтому хотелось бы, чтобы его пили бы только именно молодыми. Артур, то есть получается, что наши телезрители могут зайти в магазин винный, да, в бутик, и выбрать себе достойную бутылку вина из Прованса, да, за полторы тысячи рублей. Ну, полторы тысячи – это уже довольно высокая цена для хорошего вина. Я имею в виду, что есть вина, которые можно приобрести их по стоимости, там, и 800, и 700 рублей. Ну, за 300 рублей хороший Прованс не купить. Нет, никогда вы не купите. Вот мне нужно понимать. Да, это ужасно. Это не вино, и пить его будет невозможно. Поэтому лучше этого не делать. А заходить именно в специализированные места, ну, или приходить к нам? Ну, естественно, это же даже без сомнений. О чем ты говоришь? А вот почему у нас здесь лежит вот так? Ну, пробочка, как правило, всегда служит, скажем, паспортом для вина. Во-первых, на нем должен быть указан год урожая. Если этого нет, то хотя бы сам производитель, что это именно делал он. А пробочка – это вот 8-12? А 8-12 – это дата. Да, да. Дата разлива. Хорошо. А год остествия не вижу. Ну, здесь разлито в 8-м году. А, все, понятно. В 12-й месяц. В декабре. В декабре 8-го года. Все, я поняла тебя. Вот, то есть практически вино выдерживалось год, урожай 2007-го года, и оно практически там полтора года выдерживалось для того, чтобы уже было разлито в бутылке. Отлично. Оно именно было в чан. Я думаю, что как раз вот розовые вины – это яркие представители именно прованса. Поэтому я рекомендую всем пить именно розовые вины. Красные – они очень тяжелые, белые – они очень мощные, к сожалению, и не могут не всем нравиться. А вот розовые понравятся практически всем. Но я могу тебе сказать одно, что однозначно нужно пробовать прованские вины. Они приятные. Да, они, к сожалению, многие либо не могут себе позволить, либо, к сожалению, не продаются в таком количестве, как продаются, допустим, другие регионы Франции. Поэтому было бы правильнее либо зайти в нормальный бутик, приобрести. Но мы с вами знаем, что все цены, складывающиеся у нас в России, к сожалению, они довольно высоки. В любом случае они очень высоки. Поэтому лучше пить это дело там. Ну тогда все. Однозначно я собираю свои чемоданы. Мы едем на побережье, на юг Франции. Пить вина из Прованса обязательно розовое. На тебе мальчик для ношения кружек, для гольфа динамик. Поехали, Артур. Я думаю, что я не могу тебе отказать. Особенно ты мне сможешь рассказать более детально. Да, на месте я тебе расскажу все, что я знаю и не знаю. Спасибо за интересный рассказ. Далее в винной карте. Шеф-повар из Франции расскажет, как в Провансе принято пить розовое вино. И приготовит под него необычное блюдо. Прованс считается самым жарким и самым красивым регионом Франции. Здесь подают очень вкусные блюда, которые идеально подходят под розовое вино из Франции, а именно из Прованса. Сегодня нам приготовит очень интересное блюдо, которое подходит под прованские вина мой друг, шеф-повар из Франции, Даниэль Эграто. Ты знаешь, нет пока еще, но я думаю, что в ближайшее время я обязательно там побываю. Это красиво, это самый красивый регион. Ну я вот об этом как раз наслышана. Много москитов, но всегда солнце, светит, много светит. Хорошее вино, море. Я обожаю. И все это подается с розовым... с розовым вином? Да, розовое вино, белое вино, красное вино. Но летом это очень жалко. У нас там розовое вино, холодное, и ты можешь выпить утром, восемь утром, девять утром. Или десять вечера. Девять утра. В двенадцать вообще считается неприличным. Да, это возможно. Конечно, это возможно. Это все возможно. Во Франции возможно все. Восемь утра. Чуть-чуть. Это возможно пить вино. Чуть-чуть колбасы, овощи, маслины. Что происходит во Франции, остается во Франции. Точно. Если в девять утра я буду пить вино, это конечно. Да, да. Но тоже быть холодное, и тоже, может быть, десять вечера ты покушал, как это жалко, поэтому нужно кушать поздно. 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 И раньше, или потом, или ты будешь кушать, и нужен розовое вино. Вау! Молодец! Настоящий француз. Холодное вино. Холодное, но дождом обязательно охлажденное. Ты правильно это подметил. Это розы до Провенцу. Это не биле вино плюс красное вино. Это виноград внутри биле и кожа красная. Да, да, да. Это специально. Есть много разных видов винограда. Но у тебя... Ммм, ты знаешь, мне очень нравится. Великолепно. Ммм, вообще. Аромат такой. Ты знаешь, я чувствую нотки розы. Ммм. Чувствуешь розы? Ммм. Очень хорошо. Свети. Много свети. Очень приятный вкус. Даниэль. Я не хочу работать. Я хочу отдыхать. Море, солнце. Даниэль, придется тебе сегодня поработать. Да, нужно работать. Окей. Как ты сказала, у нас будет сибас плюс рататуй. Рататуй. Это обычное, настоящее французское блюдо. Рататуй, сибас. Рататуй и рыба. Да. Но, как я чуть-чуть шана человек, мы будем залить рататуй. Обычную рататуй, но мы будем показать из молекулярного блюда, молекулярный точь. То есть, сегодня ты нам покажешь, как готовить молекулярную куку. Да, да. Шневры молекулярные. Это не шедевает, очень легко. Я тебе покажу. Что мы будем залить? Первое. Рататуй. Как у нас будет равиоли из рататуй. Поэтому овощи должны быть очень мелко кубиком. Я вижу, ты очень-очень мелко все нарезал. Да. Это полсантиметра по полсантиметра максимум. На рататуй обязательно мне нужны баклажан, мне нужны лук, красный лук, белый лук, больгарский перец, желтый. Зеленый. И у нас будет маслин, называется тагьяш. Это тагьячский маслин. Оливки. Оливки. Помидоры. Помидоры. И, как я обожаю, плюс рыба будет очень хорошо. Анчур. 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 Отлично. Обязательно мне нужны оливковое масло. И все. Так, оливковое масло. Да, но нужно есть много, но ничего страшного. Да, ты так хорошо, не пожалел. Тебе помочь может быть? Смотри. Первый. Первый мы будем... Лук. Лук. Красный и белый. Да. Он немножечко поджарится. Ты не можешь быть в Южной Франции, в Провенце, если у тебя нет анисовый алкоголь. Да, я чувствую. Я не скажу алкоголь, как есть много разных фирма, но... Ты балдеешь от этого запаха, серьезно? А ты знаешь, он немножко странный для меня. Он напоминает мне какие-то медикаменты. Мне очень сложно. Я ничего не слушаю. Окей, сейчас. Сос. Отлично. Сюда тоже лук-шарлотт, да? Лук-шарлотт, не шарлотт. Ну, извини, шарлотт-шарлотт. Прости, пожалуйста. Шарлотт. Чучок анчур. Они соленые же очень. Да, соленые анчур. Я люблю делать бетерброды с ними. Когда я думаю, делаю домашний майонез, я добавляю туда анчурса. И обязательно, обязательно так. Это у нас тимьян чуть-чуть там положили. Хорошо. И как это Южная Франция, нужен маслин, чуть-чуть маслин. И у нас будет тоже чуть-чуть помидоры. Я люблю очень вяленые помидоры. Хороший блюдо, хорошая компания. Без хорошего вина это невозможно. Очень сложно. Это невозможно. То есть мы туда добавили с тобой все овощи, да? Да. И у нас пластический рататут уже готов. Это она готова? Так, я вижу, здесь у тебя шафран, есть еще сафрон. Знаешь, сафрон раньше был дороже золота. Я могу по чуть-чуть здесь, по чуть-чуть, все не больше. Как потом у нас будет вино и у нас будет сливки. И получается цвет поменяется. Окей. Сейчас, сейчас шалот, шалот, да. Ну, куда же без этого, естественно. Чуть-чуть. Я тебе скажу, почему. Это очень легко. Меньше сюда, больше в стакан. Все. Что мы дальше делаем с тобой, Даниэль? Дальше. Дальше я вам скажу, что сейчас это не видно. Здесь это не видно. Ну, у нас есть гель. Здесь у нас есть гель. А что за гель? Что за гель? Это я тебе покажу. Это очень, да. Это гель специальный. Я не знаю, что он делает. Я не знаю, что он делает, из чего он все-то готовит. Это специальный. Но такого я раньше никогда в жизни не видела. Выглядит очень странно. Но я не... А что, это желатин просто? Это не просто желатин. Это специальный гель. Это называется... Пудра, это желон. Назовется желон. Это, возможно, из воды. Но здесь у нас ремный бульон. Как классно. То есть у нас получается заливное. Ремный бульон плюс желон. А мне можно тоже так попробовать, да? Ага. Ну сейчас, что мы будем делать, что ты будешь желать. Я тебе покажу. Хорошо. И все, нужно почутюк. И не надо закрывать их сверху? И сверху будет так, второй. А, хорошо. Мы делаем такую маленькую пирамидку. Да. Слипнется. Будет как хавиоли. А, хорошо. Красиво. Очень красиво. Сейчас мы будем обжарить рыбу. У нас будет чуть-чуть тимьян. Тоже... Масло оливковое, я вижу, да? Оливковое масло, да. Сибас, да? Сибас. Ну, это, возможно, из дома. Это, возможно... Из другой рыбы. Из другой белой рыбы, да? Я начинаю просто балдеть с этого процесса. Но потом у нас будет еще больше молекулярно. И будет интересно. А-а-а! Здесь нужен чуть-чуть... Так, соли, перец. Я сделала тебе все, что ты хотела. Отлично, супер! Хорошо. Так, ароматы уже пошли. М-м-м-м! Так. Сейчас соус, соус... И мы добавляем анис сюда. Да, да, нужен. А это можно купить где угодно, да? Везде, везде. Это анисовый ликер у нас получается. О-о-о! Вот сейчас, да, сейчас приятно уже. Мне начинает это все нравиться. А-а! И сейчас, сейчас чуть-чуть сливки. Сливки. И, окей, будет, мы ждем. Мы ждем, окей. Рыба, рыба должна быть готова через... Ну, она почти уже готова, я вижу. Еще три минуты, но внутри пока нет. Может быть, мы перевернемся? Да, да, да. Мне кажется, что подгорает немножечко. Угу. Все-таки сковородка не та, да? Да. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Все хорошо, я и без корочки, кстати. А, я тоже. Так, хорошо. Хорошо, сейчас. Молекулярная кухня. Сейчас, молекулярная. Поиграем. Но я тебе сказал, здесь просто маслин, вода, нужен аджин. Так, хорошо, ну давай просто так набиваем туда, да? 10%, окей? Ты берешь. И там у тебя это уже вода из раствора. Ух ты! Будет... Сейчас так. Нужен, да. И потом просто так. И все. А можно я попробовать? Конечно. Все. Я пробую. Значит, я вот так опускаю? Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, все. Вот так хорошо, да? Внутри, да. Еще больше. Чуть-чуть больше. Да, все, давай. И... И... А-а-а! И еще. У-ху! Ой! Ха-ха-ха! Но у меня не получилось, как у тебя. Окей, но это первый раз. Молодец. Спасибо. Молодец. Мне кажется, что наша рыба с тобой уже готова. Да, наша рыба готова. И соус тоже. Соус тоже. Сейчас, окей, сейчас должен быть максимум два минут. Максимум. Это около два минут. Оп! Шарики. Что? Тебе не нравится это, да? Да. Ну-ну-ну, и нужен... Нужно быть идеальны, я знаю. Я покажу, я покажу, что это. Это видно? И потом, оп. Ух, да обалдеть. У меня просто слова, просто потеряла слова. Шарики тоже готов. У нас будет чуть-чуть украшения. Так. У нас будет здесь. И второе. У нас будет здесь. Вкусная рыбка. Да, как так. Смотри, как так. О, красиво. И теперь базилик же у нас еще есть. Сейчас базилик, но чуть-чуть оливковое масло, чуть-чуть бальзамик. Нужен чуть-чуть украшения. Да? Здесь... Это бальзамический уксус. Это бальзамический уксус. Так. Угу. По чуть-чуть, окей? Отлично. В конце у нас будет сос рыбы. Да, базилик у нас. Так, я смакаю масло. Тоже по чуть-чуть. Как у нас будут шарики. 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 Это что-то невероятное. Очень аккуратно. Так. Но это смешно, как люди подумают, будет маслин, настоящий маслин. Ну? По чуть-чуть. Отлично. Не больше. Нужен зелёный, понимаешь? Нужен... Это, окей, это Прованс. Если у тебя нет базилика, это невозможно. Так. В конце. Чуть-чуть. Соус. Соус. Не нужно много, окей? Чуть-чуть, да. Здесь тарелка не нужно много, но потом это, возможно, больше отдельно. Наривай. Отдельно куда-то. Всё готово. Приятного аппетита. Блюдо из Прованса выглядит очень вкусно. Очень красиво. Спасибо для тебя. Спасибо тебе большое. Очень красиво, очень здорово. Я думаю, что это очень вкусно. И необычно. Я никогда раньше не занималась молекулярной кухней, поэтому я тебе очень благодарна за эту возможность, которую ты мне предоставил. Спасибо. Всё тебе сказали на молекулярный блюдо, что теперь ты знаешь. Ксучек рыбки. Опа. Я это сделаю. И чуть-чуть сос. Ммм. Угу. Мне обычно, когда тебе будешь вкусить, будет везде. Очень необычно. Ты доволен? Ммм. Действительно вкусно. О, да. О, да. Очень вкусно. О, очень вкусно. Великолепно. Спасибо. Спасибо тебе большое. Мерси. Мерси Боку. Прованс. Розовое вино. Очень необычная молекулярная кухня. Сегодня, мне кажется, мы постигли самые высоты, которые могут быть вообще возможны на кухне. Наслаждайтесь, любите друг друга. И пейте вино летним приятным вечером с друзьями и с любимыми. С вами была Полина Добрьян и передача «Винная карта». Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...